Европа – регион, который обязательно нужно посмотреть заядлому туристу или путешественнику. Здесь можно встретить потрясающие старинные достопримечательности или посетить с целью пляжного отдыха. Франция в Европе занимает лидирующие позиции по количеству туристов, которые посещают страну. Во Франции есть потрясающее чистое Средиземноморское побережье, множество памятников и достопримечательностей, как исторических, так и современных модернистских. Французский язык признан одним из самых мелодичных, культура и традиции страны понравится любому, даже самому искушанному путешественнику. Город Грасос Франция является ярким примером слияния старинных культур и традиций местных жителей с современностью. Обладает множеством интересных достопримечательностей и памятников. Пейзаж населенного пункта впечатляет, при желании из города можно легко и быстро добраться до морского побережья. Франция богата на привлекательные для туристов места и населенные пункты. Самым популярным можно назвать столицу Париж, ее символы – Эйфелева башня, Лувр, Триумфальная арка. Но можно выделить и множество других городов, например, из побережья Средиземного моря, такие как Ницца, Канны, где проходит известный ежегодный кинофестиваль, и Марсель, который имеет огромный порт и является деловым центром южной части страны. Столица парфюмерии во Франции – это Грассас. На западе Франция граничит с маленькой страной Андоррой, которую тоже рекомендуется обязательно посетить. Ну и конечно же роскошное южное княжество Монако, которое так популярно среди туристов и путешественников. Руан-Франция-Грасс-Город. Франция – это парфюмерная столица, место, где происходило действие всем известного романа Патрика Зюскинда «Парфюмер». Основан город был в XI веке как частная резиденция епископа Антиба. Позднее город полностью превратился в епископский. Присоединился к Франции в 1482 году. С XVI века здесь начало активно развиваться парфюмерное производство, благодаря чему город Грассас быстро обрел популярность и стал крупным торговым пунктом юга страны. Впоследствии, после высадки на побережье Наполеона и его похода на Париж, здесь проходила так называемая «Дорога Наполеона». Сейчас здесь находится известная фабрика «Оржевиль», которая выпускает большой ассортимент парфюмерной продукции, например, «Аромавис». Расположен город на юге Франции, в 12 километрах от Каны и в 30 километрах от Ниццы. Регион имеет название Прованс или Лазурный берег. Местность холмистая, перепады высоты в центре города составляют от 80 до 1000 метров над уровнем моря. Население города сравнительно небольшое, около 53 тысяч человек. Рен-Франция Грассас имеет средиземноморский климат с жарким летом и влажными мягкими осенью и зимой. Наибольшее количество осадков выпадает в период с конца октября до января. Снега зимой практически не бывает, температура редко опускается ниже плюс 5 градусов и с наилучшим временем для посещения туристами и путешественниками является время с начала мая по начало октября, когда дожди редкие и температура стабильно высокая, позволяет осматривать достопримечательности или посетить морское побережье. Средняя температура и количество осадков по месяцам Январь – 7,9 градуса Цельсия, 88,7 мм. Осадки. Февраль – 8,5 градусов Цельсия, 92,3 мм. Март – 10,1 градуса Цельсия, 74,6 мм. Апрель – 12,1 градуса Цельсия, 69,3 мм. Май – 15,8 градуса Цельсия, 55,3 мм. Июнь – 19,3 градуса Цельсия, 40,2 мм. Июль – 22,3 градуса Цельсия, 16,7 мм. Август – 22,3 градуса Цельсия, 36,1 мм. Сентябрь – 19,7 градуса Цельсия, 61,8 мм. Октябрь – 16,1 градуса Цельсия, 121,3 мм. Ноябрь – 11,6 градуса Цельсия, 117,3 мм. Декабрь – 8,8 градуса Цельсия, 89,4 мм. Гавр Франция Грассас находится в популярном туристическом регионе с развитым транспортным сообщением. Поэтому добраться сюда не составит проблем даже для начинающего туриста. Имеется несколько способов и видов транспорта, с помощью которых можно доехать поезд. Регион Лазурного берега имеет обширную и развитую сеть железнодорожного сообщения. Вокзал Грасса находится в центре города и туда прибывают поезда из Кан, Ницца и Монако. Необходимо сначала доехать в один из этих городов, впоследствии пересесть на поезд до Грасса, автомобиль. Можно арендовать автомобиль по прибытии в любом городе страны. Компанию по прокату авто найти не составит проблем, они находятся в аэропортах и улицах городов. Это самый удобный способ, поскольку есть возможность остановиться в любое время или, например, заехать в понравившееся место по пути – самолет. Ближайшими аэропортами к городу являются Каннский или Аэропорт Ниццы. Из любого можно взять такси, заказать трансфер или выбрать рейсовый автобус, которых здесь множество – автобус. Автобусное сообщение очень развито. Из ближайших городов и по Лазурному побережью их курсирует множество. Можно добраться в Грассас или из него посетить понравившийся курорт побережья. Грассас богат на достопримечательности. Многие туристы и путешественники любят посещать одну из множества парфюмерных фабрик или просто прогуляться по старинному центру. Также здесь есть музей парфюмерии, посетить который будет интересно. Кафедральный собор Нотр-Дам-дю-Пьюи. Был построен в XII веке. В XVII веке значительно перестроен и реконструирован. Некоторое время даже использовался как хранилище для зерна. Является местом хранения мощи известного французского епископа, которого звали Гонорат Арилатский. Представляет собой построенный полностью из белого камня собор, выполненный в ломбардском стиле кладки кирпича. Это одно из самых посещаемых и почитаемых религиозных мест не только в Грассе, но и во всей Франции. При реставрации здесь были найдены интересные захоронения и подземные помещения, сейчас в данном месте установлена часовня. Внутри собора находится множество предметов искусства, это картины и полотна, старинные распятия и музыкальный орган. Собор рекомендуется для ознакомления для всех. Казино и дворец конгрессов. Примечательное здание в центре, в котором ранее находилось казино. Сейчас проходит заседание конгресса. Сооружение выполнено в стиле белепок. Рядом установлен памятник трем известным и популярным в парфюмерии цветам, среди которых жасмин, тубероза и роза. Обратите внимание, кафедральный собор принимает туристов только в специально отведенное время, необходимо его заранее уточнить. Парфюмерный музей. В столице парфюмерии обязан находиться посвященный этому ремеслу музей. Здесь находятся уникальные ароматы, некоторые из которых созданы еще в средние века. Также здесь находятся исключительные растения, которые замечательно пахнут и используются в ремесле. Здесь также можно приобрести понравившийся аромат или при помощи парфюмера создать собственный и неповторимый. Памятник выдающемуся русскому писателю и лауреату Нобелевской премии по литературе Ивану Бунину, который проживал здесь с 1923 по 1938 годы. Музей истории и искусства Прованса. Расположен в старинном и очень красивом особняке, который был построен в XVIII веке. Экспозиция музея посвящена быту и культуре жителей региона еще с доисторических времен и по наше время. Вход с экскурсионной группой бесплатный. Каждый год в августе здесь проводится фестиваль под названием «Фет дю Джасмин», посвященный цветку жасмин. Проводиться он начал после окончания Второй мировой войны и проходит до сих пор. В это время по главным улицам города проезжают повозки, украшенные цветами жасмина и женщинами в костюмах, которые бросают цветы в зрителей. Это очень красочное шоу с фейерверками, концертами и множеством представлений. Также рекомендуется посетить проводимый ежегодно Рождественский рынок в декабре-январе, на котором можно приобрести большое количество сувениров и произведенной вручную продукции. Это хорошая возможность для туристов и путешественников ознакомиться с культурой и традициями празднования Рождества местными жителями. Важно! Рождественский рынок проводится каждый год с 12 декабря по 4 января. Фестиваль Жасмина в первые дни августа. Среди интересных фактов о городе можно выделить следующее. Поскольку Грасос изначально был пунктом кожевинного ремесла, здесь располагалось множество мастерских по обработке кожи, которая издавала дурные запахи. Для того, чтобы хоть как-то устранить неприятные запахи, местные жители стали использовать смеси цветов, эфирных масел и различных специй. Так город и стал столицей парфюмерии и духи, произведенные здесь, популярными на весь мир. В городе скончались выдающаяся певица Эдит Пиаф, писательница Маргарита Бурна-Провенес и известный французский комик Колюш. Через город проходит три исторических маршрута, это маршрут Наполеона, маршрут Мимозы и маршрут художников. Они являются популярными туристическими экскурсиями и показывают исторические места, в которых произошли важные события. Также город является важным центром по производству оливкового масла, для посетивших туристов рекомендуется купить несколько бутылок на пробу. Грасос – популярный исторический населенный пункт, в котором есть множество интересных для посещения и просмотра мест. Является столицей парфюмерии, известной на весь мир. Именно здесь происходило действие всем известного и популярного романа «Парфюмер». Развитая инфраструктура позволяет с легкостью добраться до города. Исторические центры и множество баров, ресторанов и кафе скросят отдых любому туристу или путешественнику.